Надежда с дочкой Вероникой жила на улице Новый и водила ее в 118-й садик. Готовясь к переезду, она написала заявление о переводе ребенка в 69-й сад рядом с домом, но получила отказ. И сложность в том, что еще ребенку не два года, а четыре с половиной года, и как бы я работаю, и нужно, скажем так, и работать, и возить в садик. Получается очень далеко. Транспорта со Шлакова до 118-го детского садика нет никакого. Ни маршрутки, ни автобуса, ни троллейбуса, поэтому очень хотелось бы, чтобы перевели, но пока нет. По закону отказать Надежде не имеют права, тем более, что она воспитывает ребенка одна. Бабушка и дедушка сидеть с внучкой не могут, они живут не в Рязани. Проблемы с устройством в детский сад в этом году будут и у других родителей. Только 50% детей двухлетнего возраста обеспечат местами в этом году. В прошлом этот показатель доходил до 70%. В городском управлении образования отметили сокращение, связанное с выполнением майских указов президента, согласно которым все дети трехлетнего возраста гарантированно будут устроены в детские сады. Остальные как повезет. Они могут подавать неограниченное количество раз, пока не получат место в нужном саду. Есть востребованные сады, есть более, есть менее востребованные. И, конечно же, не всегда желание родителей совпадает с теми возможностями системы дошкольного образования, которые есть в городе Рязани. Количество детей в Рязани увеличивается быстрее, чем успевают создавать новые группы. Например, 380 дополнительных мест появятся в городе, когда пять детских садов получат пристройки. Но они появятся только в следующем году. Что делать родителям сейчас – неизвестно.